Чтобы не сказать лишнего, приходилось себя как-то мысленно останавливать, менять по ходу дела уже во время произнесения на блин. Есть хороший очень, на самом деле, выход. В каждом кабинете устанавливается камера, которая обязательно пишет звук. Тогда вопрос, еще раз, неадекватности учителя, ученика, он сразу же как бы испаряется. И когда дети в пятом классе приходят к нам, в среднее звено, они реагируют только на крик. Я пойду в тюрьму, а тебе пи***ю. А нет, да, да, ой, смешно, смешно, что на кладбище понесет, за то, что над учительом издевался. Сейчас позвоню. Давай, давай, сейчас сделаем, я звоню сейчас, я сейчас завуча перевожу и звоню. Нет, сейчас маты и то, что с нами. Потому что все говорят. А-а-а-а! Я! Я не могу. А вы потом не с рукой говорите. Ситуации там, то, что было в Гомеле, то есть у меня тоже были ситуации, когда я очень, ну, то есть я матом никогда не ругался, естественно, в школе. Вот, но были ситуации, когда хотелось применить физическую силу к детям. Но это исключительные случаи, когда, ну, я понимаю, что из такого ребенка ничего не будет. То есть это не какой-то конфликт такой рядовой с ребенком, вот. А когда ребенок вел себя, не повысить это слово, как пи*** на протяжении всего учебного процесса, и он доставал не только меня, а он доставал и всех остальных учителей в школе. То есть у ребенка была однозначная репутация в школе. Вот, что это пи***. Вся школа вздохнула с облегчением, когда он в девятом классе ушел из школы. Был один ученик. Мы с ним вроде бы как договорились. Он меня не трогает, и я его не трогаю, и мы таким образом взаимодействуем друг с другом. Но однажды что-то пошло не так, и в итоге он поднял на уши весь класс. Это, кстати, еще случилось даже до начала урока. С его стороны пошла нецензурная брань в мою сторону, и вот мне пришлось его сдать психологу. Ну, у него со всей школой были конфликты, и не только... Я не буду оправдываться. С одним учеником я сражался весь там девятый класс. Его мама считала, что он идеальный ребенок, весь воспитанный, и она меня упрекала в том, что я педагог, и должен найти к нему подход. В восьмом будучи классе, или даже в седьмом, я не помню, он там помочился в ведроуборщице, да, там в коридоре. Он считал, что это смешное, как бы, вот это такое развлечение, да, и мама, ну, как бы, даже вот такие случаи, да, она считала, что ничего страшного не произошло. Простите меня, пожалуйста, мои бывшие ученики. Срывалась, иногда повышала голос, била учебником по столу. Ближе к концу года, нервы были на пределе, когда очень много стресса, когда нужно подводить итоги года, итоги четверти, когда со всех сторон все давит, ученики приходят после физкультуры, такие взбудораженные, что нужно побегать, а тут какая-то история. Злиться заставляет, когда занимаются чем угодно, но не только неуроком, там, ну, в телефоне сидят, переговариваются. Эмоциональные накалы были, чтобы не сказать лишнего, приходилось себя как-то мысленно останавливать, менять по ходу дела уже во время произнесения на блин. Иногда бывают такие ситуации, что, ну, невозможность держаться. Но это только с опытом, наверное, должно прийти, что всегда должно сидеть в уме «это дети, это дети». Наиболее сложными были первые, наверное, месяцы после университета, когда действительно все свои эмоции хотелось выплеснуть в виде крика, но примерно через месяц понимая, что это все не работает. Более того, заметила такую тенденцию, может быть, со мной многие не согласятся, но очень сильно кричат в начальной школе. И когда дети в пятом классе приходят к нам в среднее звено, они реагируют только на крик. И ты, учитель, стоишь и не можешь понять, стойте, ну, мы же как бы хотели нормально пообщаться, тут урок, тут как бы интересно. А чего вы ждете, чтобы я на вас орала? Я до трех ночи готовила урок по русской литературе, адресатой любовной лирики Пушкина. То есть такой творческий урок, мне очень нравилось придумать что-то необычное. И я с конспектом урока в девятом, кажется, девятый класс, да, рассказываю в таком воодушевлении, даю им задания. А один парень вертится, отвлекается, и я так рассердилась из-за того, что столько времени потрачено, а ты? И я вот этим конспектиком, ну, листочком А4, ему там ты-дын-су так вот по голове, ну, стой, сидел рядом. И он такой всегда веселый, а тут напрягся, ну, я никогда так не поступала. Наверное, тут учитель, который постоянно всех там линейкой лупит, да, там мелом, тряпками кидает, ну, никто не удивится. А тут вроде бы никогда же тебя листочком по голове не били. И мне стало неудобно. В общем, в одиннадцатом классе через два года я подошла к этому парню и попросила у него прощения. Что вы думаете? Он помнил этот случай, сказал, все нормально, как бы ничего. Он не спросил, что, когда, в каком классе вы меня там листочком? Нет, он сказал, то есть понятно, что он помнил. Такая мелочь и осталась не только у меня, но и у него. Мне очень стыдно перед моим классом, Г-класс, простите меня, пожалуйста. Возможно, вы уже не помните эту ситуацию. А может быть, и да, когда я пригласила военрука к нам в кабинет, и который начал говорить, что такие дети могут и в тюрьму в итоге попасть. Причин много, когда стыдно. Ну, то есть начиная от достаточно простых, когда была какая-то контрольная, и ко мне ученик, я всегда раздавал контрольный, показывал, почему та или иная оценка. И всегда говорил, задавайте вопросы, там ученик подходит, говорит, слушайте, а вот вы тут неправильно оценили. Я смотрю, действительно там стыдно. Я говорю, слушай, прости, пожалуйста, да, виноват, исправляю оценку на более высшую. Да, то есть или когда, скажем так, ставил, может, на ученика какой-то штамп. Первое впечатление, как-то оно откладывалось как основное. То есть не давало, скажем так, шанса. А потом смотрю, а ребенок-то классный, нормальный, все хорошо. С начала учебного года не было журналов, и как-то особенно не запоминаешь темы, и у тебя очень много параллелей. Я стала требовать от пятого класса материал шестого. Я действительно не понимала, почему они мне не могут ответить на вопросы. Я была очень злая. В какой-то момент просто какой-то из учеников так робко поднял руку и сказал, что мы как бы этого еще не проходили. И мне, конечно, стало стыдно в тот момент. Я попросила прощения, они меня простили. Я начала объяснять тот материал, который они еще не проходили, потому что мне стало стыдно за это. Было у меня на самом деле несколько мальчиков, которых я довела до слез. Я этим абсолютно не горжусь. У всех психика по-разному работает. И кто-то защищается и закрывается, а кто-то начинает тоже эмоции выдавать. Кто-то в ежика превращается. Были у меня несколько ситуаций, когда дети плакали из-за того, что я на них ругалась. Вот. И поэтому, да, были слезы. Вот это те ситуации, когда я сразу же извинялась. Были такие ситуации, когда я звонила родителям. Было такое даже демонстративно на уроке при всех, при классе. Сейчас понимаю, что этого можно было избежать. Это, наверное, первый-второй год моей работы по неопытности. По большому счету можно поговорить с родителями, но только не в ключе. Там, Мария Петровна, пожалуйста, проведите разъяснительную беседу со своим сыном. Нет, это так не работает. А вот поговорить и узнать, какие проблемы в семье, почему ребенок нервничает, почему он агрессивен, может быть, на него давят, может, родители от него хотят больше, чем он может, на что он способен. И это тоже все чувствуется. То есть для этой цели можно поговорить. Тоже вопрос насчет учителей. Я, когда работал в школе, было достаточно количества учителей, вот за которых мне самому было стыдно. И которые не умеют общаться. И ко мне дети, даже сейчас, когда я уже в школе не работаю, ко мне приходят дети как репетиторы, они часто мне рассказывают, что у них происходит в школе. То есть я у них не спрашиваю, они сами, правы они или прав учитель. Они спрашивают совет. Дети, как никто другой, то есть у них вот это вот обостренное чувство справедливости, то есть они понимают, что честно, а что нечестно. Учитель, по факту, очень бесправный. У него очень много обязанностей. Он обязан выполнять непосредственно обучение учащихся, содействовать их воспитанию. Обязан содержать в чистоте свой кабинет. Он обязан отчитываться перед администрацией за все свои действия. Обязан нести отчетность и перед родителями учащихся. Многое зависит от администрации. Как администрация начнет реагировать на травлю, на буллинг учителей. Я даже не знаю таких механизмов, которые бы у нас существовали, которые бы защищали учителя. Учитель должен сам, да, то есть как спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Профсоюзы то, что есть. Ну, профсоюзы, задача профсоюза в большинстве случаев сводится к тому, чтобы перед Новым годом раздать подарки учителям, у которых есть несовершеннолетние дети. Есть хороший очень, на самом деле, выход. В каждом кабинете устанавливается камера, которая обязательно пишет звук. И тогда вопрос, еще раз, неадекватности учителя, ученика, да, он сразу же как бы испаряется. При этом камера будет стимулировать как детей на нормальное поведение, так и учителя, что он будет вести себя корректно. Мне кажется, создать просто какую-то систему, договоры какие-то заключать с родителями учеников, чтобы, я не знаю, чтобы это было четко прописано, что будет за нарушение зацеплины. Они не чувствуют свою ответственность за это. Ученики чувствуют то, что они могут делать все, что хотят. Они знают, что им за это ничего не будет, в принципе. Исключить из государственной школы довольно трудно. Самая большая мера наказания, я думаю, это ведут к психологу, к социальному педагогу, поставят на учет, будут ходить с рейдами по квартирам. Я считаю, что это неэффективно. Как бы есть негласное правило, что двойки ставить нельзя. То есть если ты ставишь двойку за четверть, на тебя обращают внимание, начиная с уровня района. А как говорит администрация школы, это вы не ученику ставите двойку, это вы себе ставите двойку. То есть это вы плохо работаете. Выгонять с урока нельзя, поскольку никто не знает, что с ним может произойти за дверями классного кабинета. Не дай бог он сломает ногу или руку, или он уйдет из школы. Он должен был находиться на уроке. Почему он находится вне его пределов? На некоторых учеников очень сильно влияет, когда перестает на него реагировать. То есть он может делать все, что угодно, но учитель делает вид, что ученика просто нет в этом кабинете. Вот в том же дневнике на первой странице есть список, что ученик обязан, и ученик имеет право. За обязанности ученика, если он их не соблюдает, должна быть какая-то ответственность. Никакой ответственности нет. Например, ученик некорректно ведет себя на уроке, срывает урок. Ответственность простая. После урока один час отработки. Какой отработки? Общественно полезный труд. То есть помыть полы, подмести и так далее. Это сразу же будет отбивать охоту, нарушать дисциплину. Я сейчас скажу очень крамельную вещь, но чаще всего виноват в конфликтах между учителями и учениками родители. Всегда нужно держать в уме то, что ребенок – это ребенок. Он еще только учится входить в этот мир. Только-только начинает узнавать, как общаться со сверстниками, как общаться с новыми для себя людьми. Если ты хочешь узнать, какие родители, просто пообщайся с учеником. Я не выгораживаю учителей. Учителя часто тоже виноваты перед детьми, в том числе и я. Простите еще раз, пожалуйста. Когда уже уровень выгорания настолько серьезный, что ты не соображаешь, где вообще находишься и с кем-то разговариваешь. Не может существовать отдельно связь учитель-ученик. Всегда это треугольник родителей, учитель-ученик. Нужно помогать, воспитывать. Но это должно идти в связке с родителями. Редактор субтитров А.Семкин